Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович и сегодня вместе с нами офицер Вооруженных Сил Украины Артигрин, которого я очень и очень рад видеть. Здравствуйте. Добрый день. В последние несколько дней поступают тревожные сообщения о том, что вдоль практически всей линии фронта в Донецкой области наблюдается значительное обострение ситуации. Горячо в Авдеевке предпринимались, возможно, и продолжают предприниматься попытки нашим противникам штурма Углидара. Есть наступление также и на Бахмутском направлении. В общем и целом Российская Федерация продолжает применять тактику выжженной земли. Об этом говорил, кстати, и председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Скажите, пожалуйста, вот какой вам лично видится ситуация, насколько все серьезно, что происходит на фронтах? Ну, я бы это охарактеризовал как возня на линии соприкосновения в Донецкой области. Ну, и немножко в Луганской там зацепили. То есть я не представляю, как это может развиться в какое-то серьезное наступление с какой-то оперативной глубиной. То есть оно, возможно, им понравился успех в Солидаре. То есть там, где они нащупали слабое место у нас, получили некоторый успех и там развили его вплоть до оставления нами Солидара. То есть пытаются, наверное, найти тоже такие слабые места. Поэтому и по всему фронту ведут атакующие действия. Но в любом случае, как бы мы можем оставить там какие-то позиции, даже на несколько километров отойти где-то. Но это не приведет к оперативному какому-то успеху. Такой тип боевых действий приводит к тому, что наступающий, точнее атакующий противник несет кратную высшую потерю. Вот, и он их несет. Ну, то есть на самом деле, как бы, этот этап боевых действий нам на руку, что ли. При этом мы тоже кое-где пытаемся атаковать. Таким образом противник не расслабляется. То есть он вынужден тоже держать по всей этой линии свои войска, готовые отражать наши атаки. Ну, вот такая вот история идет. Но ни к чему существенному, как бы, что может там какие-то новостным взрывом быть, я не ожидаю от этой ситуации. То есть можем сделать вывод о том, что вот этот успех вагнеровцев в Солидарии несколько вскружил им голову, да? Ну, они там возились долго, несколько месяцев, и тут раз, и получилось, что мы проспали действительно фланги, и пришлось оставить Солидар. Ну, ничего страшного не произошло, ну, мы, как бы, отодвинулись на несколько километров, пришлось перейти на другой удобный рубеж. Ну, и все. Ну, как бы, дело в том, что там такой рельеф, что удобных рубежей, в общем-то, достаточно много. И они там каждые несколько километров. Поэтому ни к чему там серьезному это не приведет. Насколько я понимаю, резервов в Украине хватает. Поэтому даже если где-то посыпется кто-то, то какая-то бригада или какая-то группа тактическая займет ее место, или займет место на резервной позиции во второй линии. Какую цену заплатил противник, чтобы взять руины Солидара? Речь идет как и о Вагнеровце, так и о представителях, ну, российской регулярной армии. Достаточно высылка. К сожалению, нам тоже это не бесплатно обошлось. На мое личное мнение, неудачная была эта операция для нас. То есть, не должны мы были проспать эти фланги. Это чья-то ошибка, это ошибки с именом, но называть мы до окончания войны такие вещи не будем. И, безусловно, она нам тоже обошлась недешево. Но, повторюсь, противник несет кратно большие потери. То, что мы знаем из публичной плоскости, президент Украины Владимир Зеленский, он говорил о том, что необходимо усиливать это направление. И Сырский также принимал участие в тех совещаниях, которые проходили. Но это то, что известно всем. Об этом писали, и это сообщение также публиковалось и на сайте Офиса президента. Ну да, я немножко не понимаю, когда там генералов ниже главнокомандующего начинают вытаскивать в открытое пространство информационное. Ну, делают так зачем-то. Безусловно, ошибки допускают и в первую очередь, как на мой взгляд, именно командование оперативного уровня и оперативно-стратегического иногда. Но мы их разберем после войны. К сожалению, сейчас я не вижу каких-то разборов по НАТОвским стандартам, там где авторэкшн-ревью проводится после каждого боестолкновения, которое принесло либо успех, либо неудачу. Но, тем не менее, наши войска тоже учатся. А так как у нас потери кратно меньше, чем у них, то наши обученные военные, включая командиров и рядовой состав, остаются у нас в рядах, а их не выбывают по большей части. Поэтому, в принципе, я имею в виду, пропорция идет в нашу сторону. То есть мы становимся лучше, а они лучше теряют. Тактика и стратегия российской армии, она же не меняется. То есть как и отправляли пушечное мясо, так и продолжают отправлять вот это огромное количество людей преимущественно на Донецкое и Луганское направления. Ну, вы знаете, не везде. Не буду сейчас тут открывать военные тайны, что я наблюдал. Но я наблюдал достаточно грамотные действия противника обороны. В том числе атакующие маневренную оборону. То есть нельзя сказать, что они вот такие полностью дятлые. Есть у них и толковые командиры. К сожалению, надо это признавать. Иначе нам будет плохо. То есть надо же отдать от противника и эффективные действия, не только вот таких безглузных. Артем, мы наш с вами разговор, кстати, анонсировали нашим зрителям, слушателям и попросили задавать вопросы. И многие из этих вопросов сегодня во время беседы обязательно будут звучать. И вот один из этих вопросов. Елена Риму спрашивает, какая реальная ситуация в Бахмуте. Смогут ли вооруженные силы Украины удержать этот плацдарм? Ну, слабее ли стала российская армия? Американцы говорят, что слабее. Но в то же время есть мнение, что российская армия учится на своих ошибках. Ну, все учатся на своих ошибках. И российская армия, я уверен, тоже. В конце концов, даже Вагнером командует не Вагнера, а какие-то офицеры, которых Пригожин нанял для выполнения этих функций. И он им доверяет как профессионалам. Другой вопрос там, какие задачи ставятся. То есть, они достаточно бесцеремонно относятся к ресурсу человеческому, по крайней мере, на сегодняшний день. Но это тоже один из ресурсов. Может быть, тоже начнут речь. Какие-то ресурсы они явно берегут. То есть, ну, по крайней мере, на моем направлении, где я видел, они вот безглуздые атаки элитные свои части не бросали. Но вот так и в атаке не ходили. Ну, Вагнеровцы преимущественно занимаются штурмовыми действиями? Ну, судя по всему, да. По крайней мере, основная масса того, что мы видели, явно имела такой именно характер штрафников, что ли. То есть, у которых сзади стояли какие-то или заградотряды, или кувалда их ждала в случае не выполнения боевого приказа. То есть, мотивация у них была такая, я бы сказал, расстрельная. Это очевидно. А какой вам видится ситуация относительно Бахмута? Потому что после того, как наша армия отступила из Солидара, многие обеспокоены. А удастся ли, собственно говоря, удержать и Бахмут? Ну, я знаю, там рельеф. Я пока не вижу угроз для Бахмута. Ну, как бы сложнее будет, да. То есть, они где-то там продвинулись на пару километров, таким образом взяв под дневной контроль какие-то дороги, которые раньше были доступны у нас. Ну, как бы их еще достаточно, поэтому я не вижу пока угроз. Сейчас очень много разговоров, мнений, дискуссий относительно того, что Путин в феврале-марте попробует повторить масштабное наступление. Об этом, кстати, писало агентство Блумберг и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Путину не удастся повторить февраль 2022 года, потому что вооруженные силы Украины, они качественно изменились. Единственное, что Путин действительно может бросить огромное количество там своих войск на Донецкое и Луганское направления и также попробует бросить также силы и на Запорожское. Если говорить об определенной эскалации или вот относительно того, что Путин попробует повторить, вот какой характер может иметь вот это наступление российских войск в ближайшие недели? Ну, аналитические агентства там и вообще аналитики, которые там следят за обстановкой, утверждают, что там количество войск российских на территорию Украины возросло почти в полтора раза. Это значит, что они вполне могут увеличить линию активных атакующих действий. Таким образом, у них могут быть такое мнение, что они растянут наши подразделения, заставят вести в бой резервы, которые мы, может быть, держим для контратакующих действий. Ну, то есть, в принципе, логика есть. Если у тебя достаточно много войск свободных, в этих условиях им увеличить фронт активных боевых действий было бы логично. Но я почему-то считаю, что качество тех войск, которые они сейчас подготовили, даже если потратили на это несколько месяцев, на порядок хуже тех войск, которые заходили в феврале прошлого года. Ну, и соответствующий результат. Ну, театры военные действий на юге, конечно, сильно отличаются от северного. То есть, я вообще исключаю какие-то боевые действия на севере в связи с этим. На юге они теоретически возможны. Но дело в том, что когда они ходили в феврале-марте на юге, у них было господство в воздухе. Сейчас этого господства нет. И нет господства такого тотального огневой мощи. Поэтому таких успехов, какие были там в начале прошлого года, им уже не видать. Ну, могут там тоже отжать какую-то позицию, продвинуться на пару километров, там еще какая-то история. Ну, потому что, к сожалению, проспать можно какую-то позицию. Но если она не ключевая, то как бы есть второй эшелон. А может быть и контратакой выбьют обратно. То есть, я не вижу уроз ни на юге, ни на востоке. А на севере, в принципе, исключаю какие-то активные боевые действия со стороны противника. Кроме демонстраций. То есть, если мы рассуждаем о вероятном путинском повторном наступлении, то оно не будет иметь под собой какой-то множинный характер. Путин, скорее всего, сосредоточится там на нескольких направлениях. До двух, до трех участках. Ну, смотря сколько нагонит этой пехоты, которой не жалко. Если много, то они могут там и на широком фронте заниматься этой войсной. Ну, я это называю войсной. То есть, она не имеет оперативной перспективы. Мало того, то, что мы там где-то что-то отступили на пару километров в результате каких-то там длительных боев, при этом противник заплатил за это высокую цену. Да ничего страшного. Когда мы пойдем в контрнаступление, мы вот так не будем отбивать по километру. Мы просто проведем стратегическую операцию или как минимум оперативную в Урале и будем возвращать тысячами километров квадратных. Потому что та тактика, которую использует сейчас Россия, ну, она абсолютно безумная с точки зрения экономии человеческого ресурса. Я надеюсь, что наше командование не пойдет на такой размин. Хотя, откровенно говоря, некоторые, скажем так, генералы, может быть, и пошли, но я надеюсь, что Шабтала и Залужный им это не даст. Арти, я надеюсь, что не прошу выдавать вас какую-то военную тайну, но если об этом нельзя говорить, то мы говорить не будем. Скажите, а вот на каком уровне принимается решение, что вот с определенных позиций необходимо отступить, вот как пишется в сводках генерального штаба, на более выгодные позиции или на более выгодные рубежи? Вот как это происходит на практике? Давайте так, есть стандарт, причем стандарт натовский. Это станок, имеющий какой-то номер, который я все время забываю. Я периодически его даже записываю, а потом все равно забываю. О том, что решение на поле боя принимает командир, который находится на поле боя. То есть эти решения, в принципе, должен принимать командир, который находится на поле боя. Не тот, который сидит в штабе в 20-40 километрах, а тот, который находится на поле боя. Но иногда принимаются решения в равнине. То есть когда, ну, вот тот же Солидар оказался, скажем так, в огневом, или некоторые это называют оперативное окружение, но мне кажется, этот термин неправильный. Но, грубо говоря, когда подъездные пути к Солидару, в котором оставались наши войска, оказались под огневым контролем, причем прямой наводкой, безусловно, надо было оттуда войска выводить. Это решение было принято, я надеюсь, в штабе, а не просто самостоятельно командиром на месте. Ну, я надеюсь, я, честно, не в курсе. Могу узнать, там буквально позвоню, но я не в курсе. Но, по идее, это должен принимать командир, который находится непосредственно по поле боя. То есть речь идет о командире, который старший военный начальник, который был в Солидаре. Это его прерогатива принимать такое решение. И так должно быть. Если это не так, то, в принципе, надо к этому стремиться. А как часто принимаются решения не так? То есть принимаются решения где-то там, вот в кабинетах, а не командиром, который находится непосредственно на полях сражений? Вы знаете, у нас тут армия-то своеобразная. То есть вот это, то, что нам досталось с 13-го года, оно как бы никуда не делось. И в той армии было не принято, чтобы кто-то снизу там принимал решение. Все решения принимались там на самом верху. И армия, которая влилась в виде добровольцев. Причем некоторые из них уже там доросли до уровня командиров батальона в том числе. Они, безусловно, будут принимать решения, находясь на поле боя, адекватные. Вне зависимости от того, что принял там штаб и так далее. В связи с этим и этот закон, который там протащили через Верховную Раду, вызвал определенное раздражение не только рядового состава, но и командного состава. Но, то есть, он идет в разрез, например, с тем самым НАТОвским стандартом. То есть, когда командир примет решение о том, что эту позицию надо оставить. Хотя ему... Да, я приведу уже не военная тайна. Когда тот же Шептала, который сейчас начальник генштаба, вывел группировку из Дебальцево и доложил нашему командующему АТО Попкову, насколько я помню, о том, что они вышли, в ответ он получил там, мягко говоря, трехэтажное выражение с требованием немедленно вернуться обратно. Это которое сейчас возглавляет киевскую военно-гражданскую администрацию? Нет, генеральный штаб. Вы с Павлюком путаете. Уверен, что Павлюк тоже принял бы такое решение. Именно ответственное решение, ответственное перед своими воинами, вообще перед страной. И не оставил бы там группировку на произволу судьбы, точнее, на милость противника. Это Павлюк, я имею в виду. Вот тогда он был командиром 24-й бригады, кстати, одна из самых эффективных бригад компании 14-15-го года. Но сейчас он, да, действительно киевскую, там что-то в информационном поле он что-то там за киев отвечает. Я не вникал в подробности, как звучит его должность. Ну, я говорю о Шептоле, который второй лиц в армии. У него такой опыт есть. И как бы если смоделировать этот же закон на него же, он его представлял на Верховной Раде, то как бы его должны были посадить от 5 до 10. Без права, амнистия. Да, поэтому меня, честно говоря, сильно удивило, что именно он представлял этот закон. В общем, принимать решение должны командиры на поле боя. Если это решение, почему-то мнение является трусливым, то есть батальон там или там рота должна была держаться, а она отступила, ну, значит, вы не того командира батальона назначили. Работайте с кадрами, которые будут не бежать там от случайных выстрелов, а принимать тактические решения, исходя из обстановки, из реальной обстановки, а не из страха в собственных. Для этого надо таких командиров назначать. Это ответственность тоже старших начальников. Артем, мы, кстати, с вами обязательно поговорим по поводу вашего поста на вашей страничке в Фейсбуке, почему Украина не выиграет, потому что вы там действительно очень много важных тем и вопросов поднимаете. А вот если мы говорим о стилистике принятия решений в армии противника, в российской армии, вот там решения принимаются где-то в высоких кабинетах, какие-то большие начальники, и командир, он ограничен в принятии тех или иных решений, я имею в виду тот командир, который находится непосредственно на полях сражений. Ну, знаете, наверное, смотря, российская армия тоже довольно большой организм. Вот. И я видел, как ведут боевые действия разные подразделения разного уровня, да, и десантные, и морская пехота, и подразделения там элитные, мотострелковые. Вот. Ну, опять же, чмобики, да, то есть там такой же винегрет, как у нас, наверное, вот, и разные есть решения. Сказать о том, что они все там дебилы, я точно не могу. Я видел эффективное, введение эффективных боевых действий со стороны противника своими глазами. Хорошо, Арти, а можем ли мы говорить о том, что есть, ну, у противника тенденция к улучшению, вот, стиля ведения войны, потому что есть такой какой-то, ну, нарратив, который мне, честно говоря, не очень нравится, что вот российская армия, это армия там дебилов и так далее и тому подобное, потому что такие вот настроения, они преимущественно приводят к каким-то шапкозакидательским настроениям, и вот, бытует мнение, ну, а ты чего, там не наступаем, не выгоняем, так они там такие дундуки и прочее, прочее, прочее. Ну, преимущественно это звучит от тех людей, которые сидят на диванах. Ну, смотрите, где-то дундуки, там, где-то, допустим, наши, как бы, прорвались, вышли на оперативные просторы, и все побежало, а где-то мы грызли, 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 и как бы, сами зубы теряли. Ну, в конце концов, догрызли, но отход был достаточно организованным. Я, Херсонско-Береславском, на плацдарме. Вот, то есть, у них тоже по-всякому. И, кстати, конфликты у них там, на этой почве, возможно, да, то есть, там, насколько я помню, командующий, который возглавлял оборону на этом участке, он у них там выпал, сейчас, видимо, высказал своим старшим начальникам, что о них думать. Не знаю, но это тайна ихнего двора, там, про которые можно там гадать, сколько угодно, но могу сказать, что у них, как и у нас, есть стойкие боевые подразделения, да, есть, ну, полный хлам. У нас, к сожалению, такие тоже есть. Там, где командируют полный хлам, то их подразделения тоже полный хлам. Арти, я сейчас озвучу сообщение, которое нам написал наш зритель, и оно произвело на меня огромное впечатление. Написал его Слава. Передайте, пожалуйста, Арти Грин, что когда 20 марта в Киеве был прилет, на Политеке вышло интервью с Арти. И по счастливой случайности, я свою супругу позвал к себе в другую комнату, чтобы вместе смотреть интервью. И буквально через 5 минут к нам прилетел осколок сбитой ракеты. Квартирам Кранты, если бы не ваша передача с Арти Грином, то супруга была бы мертва. Мы всегда об этом помним и называем ваш эфир вторым днем рождения. Арти для нас ангел-хранитель. Так что спасибо за работу, интересных гостей, слава Украине и слава вооруженным силам Украины. Ну, вот и так бывает. Я думаю, что могло бы выйти наоборот. Пролететь именно в ту комнату, где смотрят наши передачи. Но я хотелось бы думать, что таких случаев не было. Да, хотелось бы верить и в лучшее, но вот что значит жизнь и вот что значит судьба. По поводу того, почему Украина не побеждает, почему Украина не выигрывает, что не так? Что необходимо поменять? Ну, два аспекта. Я как бы в тексте это указал. Первый аспект это подкорректировать военную этику. Наше командование, полковник Плюс, должно начать ценить жизни солдат своих выше, чем свою карьеру. На сегодняшний день, к сожалению, подавляющее большинство командиров и командующих этого звена имеет немножко другую систему ценностей. Вперед ставить к карьеру. И мы эти эпизоды видим, и мы о них поговорим после войны. И многим мало не покажется. Из тех, кто сейчас орденами в бешенном в том числе. Сейчас мы эту тему трогать не будем, но мы все видим, ничего не забываем. Но самое печальное в этом не то, что мы там... То есть, суть-то не в том, что мы потом отомстим или расскажем, что мы не герои, а в общем-то негодяи. А суть в том, что мы продолжаем нести неоправданные потери, и с этим надо что-то делать. То есть, во-первых, менять этику. Этика растет сверху. То есть, какие задачи ставят главком, какие задачи приезжают представители ставки на места и участвуют в планировании операций, да, и какие ценности у них тут первичны при планировании в боевом. И вот отсюда как бы идет этика и в нижестоящие подразделения вплоть до роты включителя. То есть, есть масса случаев, когда из-за того, что командиры проявляют обычную трусость, эта трусость проявляется по всей вертикали вплоть до командиров заводовключителя. Вот, которые находятся там, устраивают себе командные пункты взвода в паре километрах от позиции взвода. Не говоря уже о ротных там и комбатах. То есть, вот вопрос этики. В данном случае как бы два аспекта, да, надо ценить солдат выше, чем любые повороты в карьере своих. Если там тебя вчера назначили командиром бригады, то это не повод бросать в бой для того, чтобы как бы доказать, что ты действительно крутой командир бригады. Может, стоит наоборот воспользоваться повышением для того, чтобы эффективнее воевать. А эффективная война это когда пропорция потерь резко в сторону противника. А не наоборот, когда мы кость-кость рубимся и делаем размены один к одному. И второй момент. Очень много, извините за такой термин, трусов, которые свою жизнь ставят выше, чем эффективное боевое управление, прячась где-то, черти где, в тылах, не вылезая из блендажей и не видя поле боя вообще. Причем это вплоть до командиров батальона включительно, даже командиров фрота. То есть с этим тоже надо что-то делать. А для этого это тоже опять же растет сверху. Если оперативное командование не бывает на передовых позициях нигде, никогда, не увидело своими глазами поле боя, то не надо ожидать чего-то другого от командиров звена пониже. Это второй вопрос. Это связано с эффективностью планирования боевого и боевого управления. Где-то надо быть вот там где наступают кризисы надо быть на месте. И если бы командующие были на месте может быть и кризиса бы не случилось. Они бы видели, что это подразумение не в состоянии удержать оборону и чем-то бы это усилило или организовало какое-то взаимодействие усиление огневого прикрытия и так далее. Но для этого надо быть на месте и слушать командиров младшего звена влоде командиров отделений. К сожалению такого нет. Это вот первый фактор. Ну и второй фактор. Так получилось, что звено полковник плюс нам досталось от армии, которая существовала с 91 по 13 год. А там был резко негативный отрицательный отбор. То есть лучшие, самые толковые, уверенные в себе люди покинули армию. И сейчас они являются нашим командованием оперативного звена. Среди них есть очень светлые люди. Я имею ввиду интеллектуально светлые, я их лично знаю. К сожалению, наблюдаю, что их отстраняют от реального командования, при том, что они могут быть генералами. Не буду называть сейчас имен. А по причине? Какая причина отстранения? А вот в том, что у них свое особое мнение, идущее часто вразрез с мнением старшего начальства, и и зачастую эти решения идут вразрез с мнением или решением старшего начальника. вот за это. Это те люди, которые просто не боятся доносить свою точку зрения, идти вразрез мнением начальника, скажем так. Я таких случаев знаю несколько, но о них поговорим после войны. Таким образом, те люди, которые берут на себя ответственность и несут эту ответственность, они оказываются неугодными и как бы отстраняются от командных должностей и выполняют какие-то второстепенные функции. Артек, когда мы говорим о совершенно ином подходе к этике взаимоотношений в украинской армии, правильно ли я понимаю, что нужно все фундаментально менять, начиная еще с военкоматов? Они у нас называются сейчас по-другому, но суть как-то не сильно поменялась. Да нет, военкомат это функция, то есть это учреждение находится в подчинении какого-то начальника следующего уровня, следующего уровня. То есть вообще вся институция она в принципе набирает этику или впитывает этику своего командного звена. В данном случае идет с самого вверху. Я заложного лично знаю, и мне кажется, что достаточно хорошо знаю. И для меня несколько удивительно некоторые назначения. Очень сильно подозреваю, что в них вмешивается кто-то еще. Вот, я не могу спросить, как бы у меня другой этаж, намного этажа ниже моего, мои боевые работы, как бы это неэтичного и так далее. Но я склоняюсь к тому, что тут влияние людей, которые в этом не понимают и толкают каких-то там удобных им руководителей. Политика вмешивается, правильно понимаю? Возможно политика, да. Ну, у нас же там в АП есть целый зам АП по военным делам. Вряд ли Зеленский в это дело вмешивается. Он как бы не особо понимает. Может быть Ирмак, какие-то люди, которые могут повлиять на Зеленского, он верховный и тот не может залужно своим решением назначить командующего верхнего звена, который под ним. это решение Верховного. Я думаю, что Зеленский больше общается с теми людьми, которые на Банковой, чем теми, которые на Воздуховском. И отсюда такие решения, на мой взгляд, крайне неуклюжие. Они тоже после войны. Арти, когда министр иностранных дел Кулеба и министр обороны Резников говорят о том, что Украина уже де-факто является членом Северно-Атлантического альянса, то есть НАТО. Насколько это действительно соответствует этой действительности? Или возможно мы абсолютно гражданские люди гиперболизируем значение НАТО, тех стандартов, о которых мы где-то что-то слышали благодаря вам в том числе? Смотрите, я к сожалению должен констатировать, что скорее всего это просто риторика политиков для того, чтобы создавать информационный повод. Потому что скажем так военную помощь даже больше нашей получал Абданистан. И речь о том, что он вступит в НАТО или еще что-то в этом духе не шла. Тот же Ирак, который тоже вооружен с помощью американской армии, и не только американской темы. НАТО участвовал в этом деле, тоже никто про это не говорил. То есть я думаю, что это выдавать желаемость действительно создавать информационный шум какой-то позитивный. Для того, чтобы мы стали членами НАТО, у нас не просто танки и артиллерия должна появиться натовская. У нас должны появиться натовские стандарты, в первую очередь тот, о котором я говорил. Кадровые стандарты, когда не может человек с не западной этикой возглавлять целое соединение. Вот когда у нас в этом деле все наладится, когда у нас система подготовки боевой наладится, и в том числе подготовки кадров, вот тогда можно говорить, что мы становимся органичным членом этого объединения. Очень я скриптически к этому отношусь, честно говоря. Я не вижу пока такого радикального изменения именно в этой плоскости. То есть пока это просто политическая риторика, а не более того? Да, ну, сами посмотрите, какие у нас стандарты по снабжению, процедуры закупки, они как космос, они далеки просто как космос от нас, я имею в виду западные стандарты. Арти, еще один вопрос от наших зрителей. Все говорят про резервы армии, что они недостаточны, и нужно больше людей для ротации. Как должна происходить подготовка новых резервов, и кто должен искать, заключать контракты с военными волонтерами из других стран? Ну, я про это знаю, но не могу говорить. Откуда эти люди знают вообще, сколько у нас резервов? Я не знаю, например. У меня есть какие-то ощущения, но я их тоже не буду озвучивать, потому что я где-то там что-то вижу, общаюсь с людьми, которые в том числе в этих подразделениях участвуют, ведут боевые действия. Я не могу такое озвучивать. Как проводить мобилизацию более эффективно, чтобы не вызывать отторжения у народа? Да, отменить чертовой матери этот закон идиотский, да, и заняться этикой внутри, военной, да, чтобы человек, идя в армию, был уверен, что он будет командовать этически правильный командир, который не будет ценить его жизнь меньше, чем там очередная звезда на погоне. Вот, тогда, как бы, я уверен, приток пойдет. Но не только приток, просто эффективность введения боевых действий образы вырастет. И это тоже повлияет на приток, ну, желающих, я имею в виду. Это раз, во-вторых, я до сих пор знаю, что многие, ну, несколько человек, по крайней мере, которых до сих пор военкомат не востребовал, хотя они здоровые, все такое, там, то ли у них вуз, не тот, то ли еще что-то. То есть, военкомат, как-то странно себя ведут порой. А это те люди, которые имеют боевой опыт? Нет, не имеют, но, как бы, у нас мало кто имеет боевой опыт. Естественно, атошники пошли первыми, их как бы первым призвали, его все дыры заткнули. Сейчас как бы другая волна идет, людей, которые тогда не пошли, ну, потому что, как бы, не было необходимости в таком количестве. А сейчас готовые, но, как бы, разновядки не приходят, там еще что-то. За кем-то гоняются, у кого по ушу, там, что он там, типа боевой офицер, а он трус, он не хочет идти на эту войну, он неэффективен на этой войне, как бы, его действия не привели к каким-то негативным явлениям напереду. Арти, интересно услышать ваше мнение. Сейчас во многих украинских городах вот людям раздают люди военных, военной форме повестки возле метро, возле супермаркетов, там приходят домой, коммунальщики этим занимаются. Я думаю, что вы множество видео встречали там в социальных сетях. Ваши отношения происходят. Я множество видео в социальных сетях не смотрю, поэтому я просто не видел. Подозреваю, что такие случаи есть, я считаю, это глупость. Я считаю, что есть нормальные инструменты, о которых я говорил. В Советском Союзе был такой термин военно-патриотическое воспитание, военно-патриотическая работа. Где она? Вот, бегает это что, бегать по супермаркетам с повестками или где? Как они это понимают? Ну, я же повторюсь, у нас проблема очень в этом замене. Серьезно. Полицейские стопают машины на дорогах. А никаким боком вообще к этому делу. Я вообще не понимаю. В общем, перегибы связаны в первую очередь с низким качеством командиров того звена, который этим занимается. Я имею в виду начальников. Тут даже не командиры, тут начальники. Военкомы там начальник, а не командир. Ну и там начальник военкомов тоже там какие-то там. Ну, может, они даже не знают, как это делать. А никто им не рассказывает, как правильно. Поэтому у них там фантазия буйная, начинают там что-то реализовывать. И, естественно, это используют и ПСО противника в полный рост. И нагоняют страхи о том, что поймают, подправят на убой и так далее. Ну, вместо... Ну, короче, есть на чем работать. И мне абсолютно очевидна первопричина этих проблем. Качество людей, которые этим занимаются. С самого верха. Арти, поговорим, по сути, вот о главной теме этой недели. Она связана с предоставлением Украине танков. Немцы дают леопарды. Формируется вот эта танковая коалиция. Абрамсы дают нам Соединенные Штаты Америки. Посол Украины во Франции Вадим Амельченко утверждает, что западные страны в целом пообещали предоставить 321 танк. Скажите, пожалуйста, какие преимущества мы получаем и как вот, если будем исходить от этого количества танков, вот этих единиц, мы можем эффективно использовать? Ну, смотрите, у нас танки были, за исключением тех, которые попали у нас, трофейные, мягко говоря, поколение 80-х годов. Украина серьезно не занималась модернизацией танков начиная с 91-го года. Не было на это денег и желания. Да и понимание, зачем это нужно на самом деле. То есть, те разработки, которые велись, они были исключительно экспортоориентированы для того, чтобы поучаствовать в каких-то экспортных мероприятиях. То есть, какие-то телодвижения в сторону разработок были, но этих танков у нас на вооружении нет. У нас ни одного плота нет. То есть, да, плота. Блоты вроде как есть, но их количество тоже непонятно. А современные танки, которые нам дают, они имеют очень серьезные боевые преимущества. И, безусловно, надо готовить танкистов. И не только танкистов, а и командиров тактического и оперативного звена, которые будут понимать, как правильно их применять. Потому что в определенных условиях ведения боевых действий даже советский танк, мягко говоря, совершил не последние модификации, может иметь боевое преимущество перед самым современным западным. вот в конкретной боевой обстановке, в конкретной тактической, выполнении тактической задачи. А для того, чтобы этого не было, и командиры должны быть обучены, как применять этот инструмент. И если будут применять правильно, то я так понимаю, что эти машины на голову выше советских и российских. Поэтому, к сожалению, они в бой пойдут не сразу. А если сразу, это вряд ли хорошо. нужно до подготовки не только танкистов и техников, но и до подготовки командиров, которые будут правильно применять этот инструмент. Разные сроки называются. То конец марта, была информация про май. Зеленский сказал, что если предоставите нам Абрамсы в августе, то может быть уже слишком поздно. Ну, знаете, там политические разговоры, связанные с тем, что ускорит. Нам, конечно, хотелось бы быстрее расправиться с этой войной. Да, но, к сожалению, у Запада свои виды на это дело. То есть, они как-то по-своему видят победу. Немножко отлично от того, как это видим мы. То есть, мы это видим все выкинули за границу, устали, ощетинились, как бы и все. Мы уже победили. Даже если какое-то время что-то там будет летать через границу. Они, наверное, видят победу немножко по-другому. То есть, они хотят глобальную угрозу решить. То есть, наверное, они ждут каких-то изменений внутри России как следствие отражения. Отсюда и разные темпы, которые видим мы и хотели мы и видят и хотят они. Вполне возможно так. Тут ждать не буду, потому что надо глубже в это погружаться, читать аналитиков там, в том числе не очень в тиражных изданиях. Но ощущение именно такое. Многие, кстати, военные аналитики, преимущественно вот западные об этом говорят, что вот это решение Германии, решение США о предоставлении Украине танков, это как вызов Путину, мол, ты же хочешь наступать? Ну так наступай, давай, иди, скоро у вооруженных сил Украины будут танки, чего ты ждешь? Ну я вам скажу такую качественную вещь, с учетом того, что я неофициальное лицо, хоть и военное, но того уровня, который может болтать все угодно стратегически. У меня такое ощущение, что Запад не хочет, чтобы Путин соскочил сейчас, потому что он может сохраниться. законсервироваться. То есть, если он сейчас скажет, ой, блин, погорячился и пойдет домой, и отведет все войска, и прекратит все эти обстрелы, то победы на геополитическом уровне может не случиться. То есть, мы на какое-то время получим реально передышку, и дальше продлится гонка вооружений. Мы будем готовиться, он будет готовиться, и это затянется еще на долгие годы. Возможно, поэтому. у меня такое впечатление, что Запад как бы не хотел бы, чтобы он соскочил сейчас. Вот это мое личное мнение, попрошу не ссылаться как на экспертное, оно абсолютно личное. Без настоящее. Ваше мнение, вот ощущение, понимание того, что происходит, то есть, с Путиным хотят покончить? Ну, да, хотят покончить с режимом в ядерной державе, который представляет угрозу геополитическую. Как-то эту геополитическую угрозу решить. Там несколько вариантов, я думаю, что они занимаются разработкой. В решении этого вопроса не только военные компоненты, наверное, другие. И вот военную компоненту подгоняют под тот сценарий, который они считают правильным, эффективным. То есть, как любят умничать политологи, речь идет о демонтаже существующего политического режима в России? Ну, или там разделение России, там, я же говорю, сценариев может быть несколько, да, заменить условно Путина на условно демократа, это вряд ли что поменяет, потому что на следующих выборах победит на волне реваншизма еще какой-то Путин и опять беда придет. Вот. А демократу отменят всякие ограничения, он сможет там развивать войну. То есть, эта история должна быть продумана стратегически на поколение впереда. Поэтому я не возьмусь умничать по этому поводу, но явно идет такая игра. То есть, сценарий какой-то они играют, в котором военные компоненты являются только одной из компонентов. Я имею в виду военную театру военно-действия в округе. Арти, 20 января состоялся Рамштайн, на который мы все возлагали огромные надежды. Я помню, что во вступительной своей речи министр обороны США Луид Остин сказал, что сейчас время принимать необходимые нужные решения, потому что война находится в критической точке. Прошло буквально часов 6-7 с момента начала работы Рамштайна и на совместную пресс-конференцию итоговую выходит тот же Остин и вместе с ним выходит Мили, а еще ранее новый министр обороны Германии и говорят, что мы не смогли договориться, нету консенсуса по поводу предоставления вооруженным силам Украины танков. Прошло пару дней с момента, как все политологи и аналитики оплакивали итоги Рамштайна и устроили поминки по тем итогам и все очень круто завертелось, закрутилось. Было принято решение и по танкам со стороны Германии, соответствующие решения были у Джозефа Байдена. Как вы думаете, что произошло или же слукавили на итоговой пресс-конференции высокие американские чиновники? Я не думаю. Я думаю, что произошло следующее. Американцы поделились с немцами какой-то частью разведной информации, которая повлияла на решение немцев. Скорее всего, именно это. Или какой-то торг. Хотя, не знаю, немцы, вообще народ прагматичный, поэтому может быть и торг. но самое простое, самое простое, если использовать бритву, то, скорее всего, поделились разведной информацией, которая повлияла на решение. 321 танк. Если же верим господину Омельченко, именно такое количество должны нам предоставить наши партнеры и союзники. Вернемся к вопросу, как это все эффективно использовать и можем ли мы надеяться на еще большее количество? Ну, чтобы это эффективно использовать, надо, чтобы командиры всех уровней, включая оперативные, провели, изучили, как это использовать. Потому что каждая машина боевая имеет свои особенности боевого применения. Не чисто технические, тактические и даже оперативные, наверное. Связанно с логистикой и так далее. Поэтому я надеюсь, что наши командиры, командующие пройдут этот курс и используют это эффективно. А западное оружие это очевидно имеет преимущество перед даже новейшими российскими. Но это 10 батальонов танковых смоделирует эти 10 батальонов образно для упрощения ситуации на 10 километров рота. Они там не поместятся просто. несколько швов. Потому что рельеф не такой уж это. Плюс добавьте компоненты авиационные артиллерийские и так далее. Так можно как нож пройти в любом месте, а дальше уже думать как развивать всю эту историю. Ну я образно сказал. Я же не проходил эти курсы. Может я сейчас полную ересь сказал. Есть кстати такое мнение, что если внимательно анализировать и изучать характеристику того, что нам дают в последнее время, то запад готовит вооруженные силы Украины к наступлению на Крым. Что вы об этом думаете? Ну я об этом ничего не думаю. Я думаю, что Крым мы займемся в последнюю очередь. По ряду причин. В том числе, что в Крыму критично мало населения, которое будет нас встречать с этими. Это очень немаловажный компонент. Может быть надо пару лет как бы им пересмотреть свое поведение, получая другую информационную среду, меню получив, и тогда может быть когда им скажут куда вы хотите в Северную Корею в одну из стран Евросоюза, я думаю, что тогда может быть и референдум можно провести. Почему я уверен в результате. Вы говорили о том, что и Крыму надо будет дать какой-то переходной период, но есть также другая точка зрения, что возможно освобождение Крыма именно военным путем как раз может привести к обрушению того же политического режима в России и к обрушению путинской армии, потому что учитывая отношения Путина к Крыму, вот это духовные скрепы, сакральное место, там референдум, воссоединение и прочее, 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 что было начиная с марта 2014 года. Все возможно, но я почему-то думаю, что мы на это не пойдем. Я думаю, что мы пойдем на его блокаду, у нас усиливаются компоненты флота, у нас усилятся ракетные компоненты, да, то есть создадим там условия, чтобы население начало как-то так смотреть, где же им все-таки лучше жилось и будет житься, да, потому что когда россияне зашли в 2014 году, пенсии повысились в разы, в 4-5 раз, да, зарплаты предателей и вот этих СБУ, МВД повысились десятки раз, долларовом эквиваленте, да, то есть, и, естественно, как бы, Крым, основная масса населения, Крыма, восприняла это как качественный скачок, в качестве жизни, да, но пусть она теперь поймет, что как бы, для того, чтобы жить лучше, надо как-то отмотать пленку, что ли, тогда будет все проще, тогда, может быть, не нужно будет, там, надо будет, конечно, войска завести, чтобы каких-то там предателей, коллаборантов повыковыривать из их кабинетов, там, ну, это будет так, пиф-паф, а если сейчас заходить, то может оказаться там, в общем-то, то, чего нам не хотелось бы, в чем участвовать. 14 февраля Арти должен состояться очередной формат Рамштайна, заседание, Украине дадут авиацию и истребители F-16, как вы думаете, и дальнобойные ракеты для нанесения ударов по военным объектам в том же Крыму? Ну, видите, по спирали все идет, да, то есть, когда примут решение, что пора, дадут, то есть, это совершенно точно не будет останавливать их там по каким-то другим соображениям, кроме исполнения их стратегического плана. То есть, вот когда по их плану как бы возникнут условия для этого шага, они его сделают. Вот. Пока, видимо, не возникнет. Кстати, Арти, а вот хотел бы вас спросить по поводу размещения, активного размещения ПВО в Москве на здании Министерства обороны возле резиденции Путина на Валдае, неподалеку от Новоогарева, это такая вот защита от наших народных промыслов, о которых мы с вами как раз говорили в прошлой программе. Я думаю, да. причем некоторые образцы этих народных промыслов отчества мы говорили, да, принимаются сейчас на вооружение, насколько я знаю. Вот. Громогласно объявлено, что созданы роты данных беспилотников. Я подозреваю, что и будут, есть, есть уже подразделения и со стратегического уровня беспилотника. Я думаю, что это именно да. То есть, именно защита от беспилотников. Они, конечно, Москву там сильно не разбомбят, но там бабахнуть в Красную Звезду на Спасской башне, конечно, было бы шоу для всей страны. То есть, это было бы ИПСО такое серьезное. Вот. Вот они охраняют. Будет похлеще Крымского моста. Ну, да. Хотя, на самом деле, никакого военного смысла нет, но ИПСО будет прекрасно. Ну, то ты защищаешься. Ну, или там залетит в кабинет министра обороны. Пролетит по Шойгу. Арти, еще один вопрос от наших зрителей. Согласны ли вы с таким выражением, что на войне политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные дают своих детей? Когда война заканчивается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продукты, а бедные ищут могилы своих детей? Ну, это, я думаю, больше относится к Первой мировой войне. Вот. Даже как Второй это сложно применить. У нас совершенно как бы другая история. Я знаю достаточно много людей, которые как бы ниже среднего, точнее, выше среднего экономического класса, да, которые ведут боевые действия, ну, как бы не особо заботясь о своей безопасности, что они, ставили, ну, не то, что не особо, но ставили выше боевую эффективность. Я думаю, к нашей войне это не относится. Ну, скажем, есть, конечно, отдельные компоненты наследия прошлого, но, в принципе, к этой войне я бы не стал применять такой-то рис. Это не об этом, это не о российско-украинской войне, которая сейчас происходит. Арти, подходим к завершению. Вот это вот, скорее всего, да. Вот со стороны России к России это дело от нас. Да. Я не знаю, успеваете ли вы так следить за, скажем так, активной политической жизнью Украины, которая, несмотря на войну, кипит, бурлит, и вот, недавно все обсуждали скандал, в который попало Министерство обороны, мол, ведомство закупает продукты для военнослужащих, которые в 2-3 раза дороже, чем в киевских супермаркетах. Были кадровые решения, отставки в офисе президента, целая плеяда заместителей министров поуходила со своих должностей, там, заместитель генерального прокурора также ушел в отставку, там, некоторый смог поехать в Таиланд, которую обнаружили в Дубае, вот, что вы об этом думаете, и какие эмоции лично у вас, и, возможно, вы со своими коллегами обсуждаете то, что, по сути, было в информационной повестке страны. что тут обсуждать? скажем так, то, что озвучило Министерство обороны, оно какое-то неуклюжее оправдание. То есть, лично я, например, жду объявленных результатов расследования НАБУ, например, вот, или других каких-то инстанций, которым я доверяю. Очень бы хотелось, чтобы в этом деле не было доли Резникова, потому что как управленец он на голову выше всех предыдущих министров обороны. А, то есть, чтобы он не был в этом замешан? Да, очень бы хотелось, но, к сожалению, уверенности в этом у меня нет, но очень бы хотелось. По крайней мере, вот то, что он сейчас озвучил, как бы немножко неуклюже. Да, то есть, не могу сказать, что вообще полный билибарду сказал, что-то там разумные, какие-то мысли были, но юрист умеет какие-то фразы правильно говорить. Да, еще, к тому же, юрист со специализацией по регулированию споров на судебную. Это высокая квалификация. То есть, я бы очень хотел, чтобы он оказался незамешанным, и чтобы мы его сохранили. Тут мне на ум пришло такое сравнение, да, то есть, вот Петр I, русский царь, да, который окно в Европу прорубил, да, у него, в принципе, министром обороны, можно так сказать, был Алексаш Каменщиков. Известный воришка, как бы неисправимый, ловленный, там, десятки раз, битый под оками, там, с самым Петром, там, и так далее. тем не менее, он его оставлял, потому что он давал результат. Когда Петр ставил на это каких-то, там, бояр других, да, то результата не было, и, и украли всего, и результата нет. А когда стоял Алексаш Каменщиков, то как бы результат был, ну, и что-то он там подворвал. Вот у меня такая вот историческая ассоциация возникла, что, может, лучше Алексаш Каменщиков оставить. Ну, потому что нет других, вот, вот, в той прияде, как бы, людей, которые у нас на политическом олимпе, святых совершенно точно нет. На самом деле, должна работать система. То есть, должно быть невозможно украсть. Опять же, мы возвращаемся к тем стандартам, о которых вы говорили. Это САП, это, там, прозоро, только настоящая прозоро, а не то, которое они мухляжом там превратили, там, в инструмент тоже мухляжа, да. Вот. Вот эти инструменты не должны давать воровать. Что вы думаете, если в эти условия, которые у нас тут в Украине, посадить, там, я не знаю, западных чиновников, они что, воровать не начнут? Да я уверен, что половина из них точно начнет. То есть, вопрос тут не просто во внутренней этике, а в инструментах контроля, чтобы украсть было гарантировано в тюрьму. Да, там, не знаю, я вот часто привожу пример Южную Корею. Вот. Насколько я помню, там у них нет ни одного президента, который не посидел в тюрьме после своей каденции. Вот. Кто-то на пожизненное, кто-то там на пару лет, но, как бы, по-моему, там прошли это гранило все. То есть, все где-то там на чем-то попались. Вот. То есть, институт общественного контроля такой, что, как бы, ну, практически не дает там воровать, да, вливает оперативность. можно быть непосаженным после завершения президентской каденции в Южной Корее. Ну, да, да. Вот. Поэтому система должна быть такая, не то, что там людей найти, да, может и не найти их просто, да, надо как-то вот сесть и систему проработать, и в том числе посоветоваться с умными людьми, которые эту систему создали у себя. Вот. С теми же румынами. Да. С теми же, с тем же Саакашвили, к сожалению, с которым мы не можем посоветоваться сейчас. Вот. И так далее. То есть, пока мы не поменяем систему, воровать будут. И будет у нас, вот, Алексашка Менщиков, ты этот хороший, потому что он эффективный. Но воруют, как и все. Ну, блин, что теперь делать? Ставить полного балбеса, который украдет и просрет все? Ну, прям не знаю. Но у нас тут война, нам как бы надо быстро принимать решение. Я не скажу, какое из решений будет эффективно, вот, на сегодняшний день. Но, как минимум, Резникова ставить исполняющим обязанности на какое-то время точно, даже если там будет след его, пока он не придаст полномочий другому эффективному менеджеру. А эффективному менеджеру еще по 911. Ну, учитывая то, что Резников в тесном контакте с тем же Остином отвечает за поставки вооружения, то сейчас, возможно, какие-то кадровые решения относительно руководителя Министерства обороны, как сейчас популярно говорить, не на часе. Вы знаете, на самом деле, я глубоко уверен, что наверняка у него у Резникова есть замы, которые как бы в коррупции не участвуют. Один зам ушел заместитель министра обороны вот после этого. Я так понимаю, ушли, ну, там гордо господин хвостом ушел, типа, ну, не важно. То есть, я уверен, что внутри Министерства обороны, которое, очевидно, работает по каким-то направлениям эффективно, есть уже люди, которым можно, как бы, доверить. Это будет человек команды, который будет в курсе событий. То есть, поставь туда Илона Маска, он на следующий день не будет принимать самые эффективные управленческие решения. Ему для этого понадобится пару месяцев. У нас нет парамесяцев для того, чтобы он входил в суд дела. Поэтому тут сложное решение. Но, по крайней мере, то, что сейчас озвучил Резников, ну, звучит неубедительно. Я очень бы хотел, чтобы он был ни при чем. Ну, типа того, что может это такой компромисс там с каким-то более вышестоящим начальником, который к нему подсадил воров. Да, ну, типа того, что это моя, это самое, ты там занимайся, там нужными делами. То есть, я такой вариант тоже не исключаю. Да, вот посмотрите, у нас залужный сделал карьеру до командующего АК, оперативного командования включительно, да, откуда он и пошел на, был назначен на главкома. Я считаю, что я знаю его достаточно хорошо. Я практически убежден, что у него, как говорится, нож не в ферриях. А как он мог дорасти до такого уровня? Ну, только, извините, сделкой с совестью, что кто-то ворует, он, ну, как бы, ничего не вижу, ничего не это. Другого способа нет дорасти до генеральских погон. Украинская армия. Не была. Вот, то есть, поэтому не только служим. Я думаю, и Шептала, и Павлюк примерно такой же в мастер. То есть, есть такие люди. То есть, мы живем, как бы, не в идеальном обществе, поэтому иногда приходится делать компромиссы совести, да, это взвешивать, что лучше. Лучше, как бы, сейчас поднять шашку и тебя там съебят, зарубят и там выкинут или как-то так, вот что-то не видеть, потому что, ну, невозможно победить все зло вот сегодня, вот и сейчас. А ну, к сожалению, в Украине еще будет же долго. Вот, поэтому каким-то чудесным образом залуженный стал главкомом. это, я так понимаю, был компромисс элит в какой-то степени. То есть, он занимается не шкурными делами, а чисто войной, а нам, для нас это критично. Вот, и вот нашли, вот, как бы, шкурными делами не занимаются, как бы, и доверили ему эту посаду. Ну, это я предполагаю, скажем так, что это был какой-то компромисс. То есть, я считаю, что залуженный чист. На своем месте? Чист. Нет, я говорю, что он чист. Сейчас другой компонент. И, соответственно, в армии, как минимум, сверху не идет примера воровства. Хотя он был и комбригом дважды, а комбриге это тоже достаточно серьезные финансовые потоки. То есть, наверняка, он присылал какие-то там начальники сверху, людей, которые заключали договоры, которые ему надо, строительные, тоже там, на питание и так далее. И он как бы закрывал глаза, типа он отдал этим и занимался как бы своим делом. Я предполагаю, потому что я как бы понимаю, как это могло быть. У наследства в размере одного миллиона долларов. Я уверен, что такие же есть и в Министерстве обороны. То есть, рабочие лошадки, которые как бы не замешаны как бы в шкурных махинациях. И прошло время, видимо, их поднимать. Вот, я думаю, так. Учитывая то, что сейчас война, конечно же, это время, когда необходимо принимать быстро, но сложные решения. Да. Арти, мы очень высокую цену платим за каждый день продолжения этого времени. Надо ее заканчивать. Победой. Надо ее заканчивать обязательно. Победой, Арти, огромное вам спасибо. Будем завершать. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли с нами на связь. Спасибо нашим зрителям. Спасибо всем тем, кто писал свои вопросы. Арти Грин, офицер Вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политек. А также всем спасибо. Берегите себя. Поддерживаем Вооруженные силы Украины. И до новых встреч. До свидания.